Всем привет! Традиционный выпуск субботних новостей на канале Лучкова. Обсуждаем только самые важные события из мира технологий. Погнали! Одно из самых странных явлений при запуске какого-то значимого продукта выглядит так. К примеру, выходит iPhone 14 Pro и вы можете быть уверены с 200% долей вероятности, что через неделю в новостях уже будут рассказывать про выход iPhone 15, который состоится через год. Да, вот так новостные издания пытаются добывать просмотры, трафик. Но в этом году эта история повторилась, однако, с некоторыми поправками, потому что некоторые интересные моменты информации подала сама компания Apple. Британское подразделение компании Apple случайно выложило в публичный доступ переписку для сотрудников компании, в котором показаны календари и сроки, когда сотрудники не имеют права брать отгулы и уходить в отпуск. Для чего это делается? Оказывается, внутри компании Apple есть такое правило, что в определенные периоды времени сотрудники действительно должны максимум уделить внимание работе, потому что это важные события и по этим срокам можно определить дату анонса нового продукта. Итак, компания Apple запрещает своим сотрудникам брать отпуск в 2023 году с 5 сентября по 7 октября. То есть целый месяц практически дается, чтобы подготовиться к релизу нового айфона. Видите, компания Apple все планирует на годы вперед. То есть с 5 сентября по 7 октября, 7 октября получается презентация 15-го айфона. Но и это не все. В этом списке фигурирует еще одна дата. Со 2 декабря по начало января 2024 года сотрудники Apple тоже не имеют права брать отпускные и где-нибудь там, знаете, расслабляться. Это можно, конечно же, списать на предновогодние продажи, потому что 25 декабря в США, как бы, Рождество, это самый горячий период продажи техники компании Apple и гаджетов во всем мире. В принципе, люди закупаются новой техникой для себя, на подарки. Это, в принципе, все понятно. А я напоминаю, что в 15-м айфоне мы ждем впервые появления USB Type-C в технике компании Apple, когда мы говорим про смартфоны, новый 3-мм техпроцесс в процессоре и все. Кстати, что касается новых релизов в этом году, рекомендую вам в календаре отметить 24 октября и проверять страничку apple.com, потому что в этом году планируется обновление iPad, MacBook, iMac и, может быть, даже Mac Pro. И это произойдет без какой-либо презентации. Будет просто пресс-релиз и обновление витрины магазина. Если вы собирались купить себе новый MacBook на долгие годы вперед, тем более в интерпретации Pro, будет как раз повод это сделать, потому что такие вещи покупаются на несколько лет вперед, а что будет в 2023 году, мы понятия не имеем. Хотя компания Apple, конечно же, ставит свои определенные прогнозы и ожидания. А Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что переход iPhone на USB Type-C состоится, но это будет ненадолго. Это будет очень промежуточный и короткий вариант, потому что Apple все-таки настаивает на пути перехода на полностью беспроводные технологии, чтобы iPhone вообще нельзя было ничего подсоединить, только по беспроводу заряжать, наушники по Bluetooth и так далее и тому подобное. Поэтому это будет, скажем так, раритетный iPhone. Один раз выйдет iPhone 15 с USB Type-C и все. До него лайкинги, после него вообще без проводов. Ох, будет спрос, я чувствую. О том, что крупные компании стремятся отвязаться от Китая, как от производственного лидера и как от наркотика, мы слышим уже не первый год подряд. Дикитаизация идет семимильными шагами, но вот теперь выступает еще и Мин Чин Ко, который делает интересный прогноз. В перспективе от 3 до 5 лет Apple планирует снабдить собственный американский рынок техникой не китайского производства. А это, на секундочку, 30% всей техники, которую Apple делает вообще во всем мире. То есть 30% выпускаемой продукции, производимой продукции, приходится на рынок Соединенных Штатов Америки. Происходит очень интересная вещь. Apple делает большие ставки на Индию, как когда-то делала большие ставки на Китай. Налаживание сотрудничества Spigatron и Vistron с индийской Tata Group, подавляющая часть продукции, которая в данный момент остается на внутреннем рынке Индии, о многом нам говорит. Как получалось? Все, что производила компания Apple в Индии, в 80% случаев обслуживала рынок Индии. То есть производим в Индии, продаем в Индии. Китай же производил для всего мира. И я не удивлюсь, если картинка поменяется в обратную сторону. Китай теперь будет производить технику компании Apple только для своего огромного рынка, а Индия начнет производить вместе с Вьетнамом для всего остального мира. И получается история как будто бы повторяется. Сначала компания Apple и другие техногиганты сделали ставку на Китай, теперь идет конфликт, с Китая убегают. Потом придется это дело в Индию. До тех пор, пока не произойдет конфликта с Индией. Ну, это уже событие через несколько десятков лет, а может быть просто через 10 лет, поэтому не будем забегать наперед. Ну, то есть абсолютно же очевидно, что если Индия станет успешным производителем всей техники в мире, рано или поздно Индия захочет стать как бы одной из главных экономик мира. США это не понравится, начнется новый конфликт, и придется искать новые страны для производства техники. Наверное, Африка следующая после Индии. Со дня на день состоится съезд компартии Китая, в рамках которой вот этот вот тиран будет рассказывать о том, чем будет жить Китай следующие 5 лет. Очень многие люди ждут этого события, чтобы понимать, как будет происходить дальше развитие страны под названием Китай. Хотя частично на это уже ответила компания Huawei, которая рассылала внутреннее письмо для своих сотрудников и сказала, что ребята, затяните пояса потуже, нас ждет тяжелое десятилетие, про какое-либо развитие можете забыть, экономим, сокращаем, оптимизируем. Приблизительно то же самое, скорее всего, скажут нации 16, насколько я помню, 16 числа. Но нас всех интересует другой вопрос. Судьба Тайваня и тайваньской компании TSMC, от которой зависит производство умной микроэлектроники во всем мире. Нападет Китай на Тайвань? Не нападет. Если нападет, то что произойдет? Ранее издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники в США, утверждали, если Китай зайдет в Тайвань и попытается захватить TSMC, то завод попросту нахрен взорвут, чтобы он не достался китайцам. И эта сама постановка вопроса выглядит очень и очень серьезно. Взорвать завод для того, чтобы золотая курица не досталась конкуренту, это, конечно, интересная мысль, но эту мысль опроверг генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайвань. Он сказал, что не нужно взорвать завод TSMC. В принципе, если случится какой-нибудь рейдерский захват завода, то остановить его работу можно будет спокойно, удаленно. Вообще ничего не взрывая. Дело все в том, что завод TSMC, он хоть и высокотехнологичный, но очень сильно зависит от глобальных поставок. То есть, если у тебя нет глобальных поставок литографических каких-то материалов и другого оборудования, которые нужно постоянно модернизировать и обновлять, он попросту не сможет работать. То есть, зарубежные партнеры могут остановить работу компании TSMC, в частности, оборудование компании ASML, удаленно. И ничего взрывать не придется. Я процитирую, что написал генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чей Мин Тунь. Прежде чем выпускать передовые чипы, TSMC необходимо интегрировать глобальные компоненты. Без компонентов или оборудования, такого как литографические сканеры ASML, без ключевых компонентов TSMC продолжить производство не сможет. Даже если Китай получит золотую курицу, нести золотые яйца она не сможет. Кстати, рассказы Вашингтона о том, что в случае нападения Китая на Тайвань они взорвут TSMC, были сделаны просто для того, чтобы немножко поутихомирить пыл китайцев и для того, чтобы снизить их мотивацию в принципе что-то делать. Личный автомобиль в 2022 году доказал свою необходимость и важность. Это часть уже необходимых человеческих свобод. Быть мобильным важно. Важно иметь возможность в любое время дня и ночи иметь возможность перемещаться без привязки к общественному транспорту. И не важно, сколько стоит Ваш автомобиль. Сейчас многие люди выбирают себе автомобиль из США или Европы и сегодня я рекомендую Вам сервис, которым я лично сам пользовался три раза и он мне очень сильно помог. Это сервис carvertical.com Ищешь машину? Не забудь зайти на carvertical.com и пробить историю автомобиля по ВИН-коду при помощи функции автоистория. Реальный пробег, угоны, ДТП и другую очень важную информацию. Это должен сделать каждый человек, который хочет купить себе автомобиль. Более того, это можно сделать даже людям, которые уже владеют каким-то автомобилям, которые они покупали. Да, Вы удивитесь, но есть огромное количество людей, которые купили машину, не зная ее реальной истории. С carvertical все максимально прозрачно и история автомобиля у Вас как на ладони. Перейдя по ссылке в описании к этому видео, все подписчики канала Лучкова получат 20% скидку. И это очень и очень круто и нужно. Carvertical поможет Вам сэкономить время, деньги, а главное, поможет Вас обезопасить от дальнейшего незапланированного ремонта купленного автомобиля. Пользуйтесь. В социальных сетях на этой неделе показывали новую видеокарту GeForce RTX 4090. Мечта любого геймера. Но больше всего удивили габариты этой видеокарты. Вот так выглядит новый GeForce в сравнении с современными консолями. Это просто гигантская видяха. И у меня только один вопрос. А что же должен быть за корпус у компьютера, чтобы поместить такую видеокарту? Да, это очень дорогое решение, но габариты просто удивляют. Такое ощущение, чтобы добиться двукратного прироста производительности, нужно просто увеличить видеокарту в два раза, что ли. Если на нее посмотреть, то, господи, в нее осталось просто поместить SSD-шник, какой-нибудь ARM-процессор и все, и накатить винду, и компьютеру не нужен. Все будет уже внутри самой видеокарты. Правда, сами тесты, конечно же, впечатляют. Это первая в мире видеокарта, которая на 100% покрывает все возможные запросы геймера относительно гейминга в 4К при максимальных настройках графики с функцией ретрейсинга. Теперь игры, в которых было 50-60 FPS в такой конфигурации, выдают 100 FPS. Действительно потрясающая производительность. Кстати, я уже даже заметил ее в доступности в продаже. 81 тысяча гривен. Как топовый iPhone, в принципе. iPhone многие обновляют каждый год, а тут купил раз себе. На лет 5 вперед точно хватит. В принципе, неплохо. Но габариты, конечно, просто, просто жесть. Итак, вышли первые обзоры на Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro от западных журналистов и блогеров из США и Англии. Многие люди высоко оценивают этот смартфон, хвалят его и называют его единственной адекватной альтернативой продуктам компании Apple. Речь идет, как и про фото и видео возможности, про экран, про время автономной работы, а главное, про работу экосистемы. Потому что Google прям неплохо развивается в этом направлении. И наушники выпустила, и часы выпустила. Вердикты по этим смартфонам, в принципе, достаточно ожидаемые. У смартфона очень хороший экран, у смартфона потрясающая производительность, но, ожидаемо, достаточно средненький процессор. Обновленный Google Tensor сделан на 5-нанометровом техпроцессе. Основан он компанией Samsung. По сути, это интерпретация Exynos. Но компания Google сама заявила, что она не пыталась сделать самый мощный в мире процессор. Они не пытаются с кем-то вообще бодаться в этом вопросе. Их задача, чтобы их фирменные функции смартфона при помощи нейронных связей, обработок и искусственного интеллекта работали отменно. И, надо сказать, многие функции Google Pixel 7 и 7 Pro действительно замечательные. Как работает диктофон, как работает распознавание речи, все, что связано с умностью устройства, выполнено на высоком уровне. Вот мне кажется, что в этом случае смартфоны действительно правильно развиваются и должны так развиваться. Хотя многие еще не оценили по достоинству все эти возможности, а некоторые функции работают и вовсе только в США. Однако, не суть. Меня больше всего интересовала камера этого устройства. Есть ли какой-то реальный прогресс? И я подписан на некоторых журналистов и блогеров, которые, как я, очень сильно увлекаются в мобильные фотографии, к тому же являются еще и фанатами смартфонов Google Pixel. Они сказали, что, ну как бы, еще с 2016 года нас все устраивает. Мы не видим значительного прироста в фотографиях Google Pixel 2016 года. До сих пор фоткают так, что можно просто охренеть днем, ночью, без разницы, когда шикарно все срабатывает. А вот с точки зрения видеосъемки, как мне показалось, Google Pixel не удалось превзойти iPhone в этом году. А я этого очень и очень сильно ждал. Я бы с радостью сделал обзор этого устройства и сравнение с главными флагманами этого года. Однако сейчас приобрести этот смартфон в первые дни продаж просто не получается, потому что Google очень сильно ограничивает распространение своих смартфонов на территории Европы. Буквально несколько стран, в которых ты можешь приобрести себе этот смартфон. Да и то, меня больше всего расстраивает то, что они привязаны к почтовой доставке. То есть ты должен заказать смартфон и дождаться курьера. А мне бы хотелось это сделать физически. Просто сделать предзаказ и забрать в какой-то конкретной точке, в каком-то конкретном магазине все возможные попытки это произвести не увенчались успехом. То есть всегда только курьер и только сидеть на месте, чтобы он к тебе приехал и все доставил. Возможно где-то через месяц они появятся в свободном доступе уже в рознице, где ты можешь выбрать себе и цвет, и конфигурацию. Но мне кажется это будет сильно поздно. Хотя я думаю, что я все-таки приобрету себе 7 Pro для того, чтобы сравнивать фото и видео возможности этого устройства. И возможно даже, не берусь судить, если мне очень сильно понравится, то вот это устройство я просто отдам своей жене и остаток этого года и следующий год проведу с Google Pixel'ем, чем черт не шутит. Радостная новость поступила к нам от компании Microsoft. Компания Microsoft официально заявила, что в 2023 году в операционной системе Windows будет плотная интеграция сервисов компании Apple. И это действительно радостная новость. Объясню почему. Не все люди делают себе полностью конфигурацию из айфона, макбука, смарт-часов и наушников одного бренда. У тебя может быть айфон как твое любимое устройство, но при этом ты будешь пользоваться Windows ноутбуком. А связь айфона и Windows ноутбука достаточно сложная. К примеру, вот я сейчас пользуюсь Spotify'ем, да, сервис Spotify для прослушивания музыки. В большинстве случаев из-за того, что его клиент музыкальный классно работает как на мобильных устройствах, так и на маке и на винде. Чего я не могу сказать про, допустим, Apple музыку, которая у меня тоже вроде бы оплачена, но я и не пользуюсь. А будет хороший повод это сделать, отказаться от Spotify. Теперь, допустим, сервисы, которые я и так проплатил в общем пакете iCloud'ом, будет нормально доступен на винде, на Windows ноутбуках. Будет отдельное приложение, которое можно загрузить через майкрософтовский магазин. И к тому же, будет интеграция iCloud'а в приложении фото на винде. То есть, фотки, которые синхронизируются на iPhone'е с iCloud'ом, будут точно так же доступны на винде при помощи нативного приложения. Очень хочется верить, что программы будут написаны правильно, грамотно, а не так, как это сделано с точки зрения Apple музыки на Android. в виде приложения максимально отвратительно работает, им невозможно пользоваться, поэтому мне пришлось отказаться от этого сервиса. Хотя у него есть определенные преимущества, большое количество музыки без сжатия, музыки с пространственным аудио, которая прекрасно подходит для новых AirPods'ов с этой функцией. Очень надеюсь, что так и будет. Кстати, на приставках Xbox уже запустили Apple музыку, что в принципе тоже неплохо, хоть и в бете, но запустили. Друзья, вот такие новости были сегодня. Остаемся на связи, впереди у нас еще будет опыт эксплуатации Apple Watch Ultra. Если получится, конечно же, Pixel 7 Pro достать в первые дни, тоже это сделаю. Подписывайтесь на канал, заходите в Telegram и скоро новый видос для всех спонсоров канала. Всем пока!